Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я подготовил для вас максимально агрессивный контент, который, скорее всего, спровоцирует такие же агрессивные комментарии. И начнём с того, что существует множество людей, которые спрашивают, а что будет, если все эти оптимистичные прогнозы по XRP не сработают? Этот твит даёт ответ на этот главный вопрос. Если XRP преуспеет, вы заработаете много денег. Если он не преуспеет, вы потеряете свою инвестицию. Если вы не будете инвестировать, вы потеряете свои деньги. Если вы ничего не будете делать, вы потеряете свои деньги. Похоже, единственный шанс, который у вас есть, это XRP. Друзья, самый важный урок, который я выучил за всё время своих длительных отношений с финансами, я озвучиваю вам прямо сейчас. Это очень простая идея. Если вы не инвестируете, а просто храните деньги на банковском счету, то одна лишь инфляция уже девальвирует ваши деньги. Вспомните, что произошло, когда Ричард Никсон провёл свои реформы отказа от привязки к золоту. То, что сейчас называют шоком Никсона. Они всё потеряли. Если они не инвестировали, они всё потеряли. Если вы не инвестируете, потеряете и вы. Если вы ничего не делаете, вы потеряете. Поэтому, если смотреть на ситуацию под таким логическим углом, у нас просто нет выбора. HSBC. Крупнейший финансовый конгломерат в мире. Один из самых крупных банков Великобритании. В рейтинге крупнейших публичных компаний мира с состоянием на 2018 год он занимал 17 место. Владеет активами на сумму более 2,5 триллионов долларов. HSBC уже надоедают эти консенсусы блокчейнов. Они хотят переходить в эру, где увидят масштабируемость и коммерциализацию. Как мы знаем, HSBC на данный момент является одной из ключевых фигур в том, что энтузиасты называют рипл революцией. Очень важно это понимать. И все, кто стоит за новостями в больших средствах массовой информации и выбрасывают в эфир новости каждый день, делают это не просто так. Они все аккумулируют. И аккумулируют быстро. Центральный банк Венесуэлы проводит внутренние тесты, чтобы определить возможность добавления криптовалют, в частности биткоина и эфириума, в свои международные резервы. PDSVA, государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, надеется, что ЦБ будет платить поставщикам биткоинами и эфириумом. Ребята, мы знаем, что страны погрязли в коррупции, правительство погрязли в коррупции. И в Венесуэле эта проблема особенно острая. Валюта, о которой они продают, фактически уже ничего не стоит. И они знают, что на самом деле представляет ценность. Думаю, они не упомянули XRP в списке, потому что они знают, где базируется риппл. А биткоин и эфириум это способ выразить антиамериканскую позицию. Именно поэтому они не стесняются озвучивать эти названия публично. Впрочем, для нас это все равно хорошо. Вот что пишет Помплиано. Прогноз. Венесуэла в конце концов признает, что создает спонсируемые государством майнинговые центры биткоинов. У них самое дешевое электричество в мире, поэтому это будет нецензурируемым источником дохода для них. Со временем каждая страна начнет майнить. Это очень бычье высказывание, и я лично верю, что в Венесуэле действительно запускаются такие майнинговые фермы, спонсируемые государством. Потому что у них в реальности очень дешевое электричество. Однако я не уверен в том, что каждая страна станет майнером, особенно с появлением XRP. Помплиано до сих пор остается одной из самых ключевых и крупных фигур в пространстве биткоина. Но теперь и он начинает говорить о XRP, цифровом активе, который мейнстрим почему-то предпочитает игнорировать. Некто только что познакомил меня с командой Ripple XRP из-за того, что Гарлинг Хаус будет в Нью-Йорке на этой неделе. Записать ли с ним эпизод своего подкаста Off The Chain? Если да, то какие вопросы ему задавать? Писал Помплиано о своем первом контакте с командой Ripple XRP. Ребята, читайте это между строк. Это не просто твит. Это то, что мы, люди, которые верят в XRP, выходим на уровень мейнстрима. Ripple XRP выходит на уровень мейнстрима. И это просто шикарные новости для XRP. Просто помните, фундаментал всегда перевесит цену. И, наконец, ребята, вся суть этого видео, написанная в названии, в котором я написал, что когда придет время для того, чтобы достичь 10 долларов за токен, XRP потребуется всего лишь 24 часа. Почему? Потому что фактически это валюта, а не инвестиция. Причина, по которой я так говорю, скрывается в подкасте Джоуи Рогана, гостем которого был Андреас Антонолопус. Кстати говоря, на канале у Джоуи более 6 миллионов подписчиков, поэтому это очень круто. Андреас Антонолопус говорил, что люди спекулируют ценой биткоина как инвестиции, что полная противоположность валюте. Хотя фактически изначально биткоин задумывался как валюта. И хотя я восторгаюсь биткоином, я не могу не видеть его недостатки. Это высокая волатильность, это скорость транзакций, это комиссии за транзакции. Особенно за мелкие транзакции, когда эта комиссия очень чувствуется. В то же время XRP обладает всеми чертами валюты. XRP может даже стабильностью похвастаться. Столько времени болтаться практически в одних и тех же ценовых коридорах, будто он является долларом или евро. Все валюты немного болтаются, но не так сильно, как биткоин. К тому же транзакции XRP очень быстрые, не нужно ждать часами и днями, вы получаете все за минуту. Они еще и дешевые, всего лишь какие-то копейки за транзакции. И мы уже не раз говорили и показывали, что многие мировые банки, финансовые институты и элиты, даже Уоррен Баффетт владеют XRP. Почему же они делают это? Потому что они считают это деньгами, ну или как минимум продуктом. И очень быстро они могут изменить ценность XRP в одно мгновение ока с помощью всех триллионов долларов, которыми владеют. Друзья и подруги, мой нефинансовый совет вам. Следуйте за умными деньгами. Делайте то, что делают большие деньги. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте и богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»